В Петербурге появился город, в котором муравьи строят быт в человеческих условиях, верной дорогой муравьизма. А в Петербурге создали настоящий муравьиный город с жилыми домами, железной дорогой, общепитом. Цель подобного биологического эксперимента выяснить, как насекомые будут строить свой быт в реальных жилых условиях человека. В гости к муравьям заглянул и мой коллега Денис Ладонкин. Друзья, мы сейчас на самом деле находимся не в тропиках, я по-прежнему нахожусь в городе Санкт-Петербурге, но мы находимся в некой импровизации тропиков. Здесь живут и бабочки, и необычные совершенно рыбы, и есть даже целый черепаший остров. Конечно, здесь много бабочек, они превалируют в большинство, но вместе вот с этим всем великолепием соседствует настоящий целый город муравьев, муравьиный город. И они живут по определенному механизму, который отлажен лучше, чем в нашем современном обществе. В целом мы старались создать такие условия, которые будут полностью соответствовать тем условиям, которые муравьи имеют в природе. То есть наши формикарии, это дома, в которых живут муравьи, они выполнены по образу и подобию. Наших домов, естественно, человеческих, но при этом они, можно сказать, нашпигованы последними технологиями в мире мекиперства. То есть специалисты, кто занимается содержанием разведения муравьев, уже в течение многих лет выработали различные свои ноу-хау, с помощью которых можно создавать условия для муравьев дома, такие же, как они имеют в природе. Муравьи, в принципе, отличаются от людей тем, что они не спят вообще. Они иногда отдыхают, но понятия сна у них нет. Поэтому работа здесь идет и днем, и ночью, и, в общем-то, даже не зависит от освещения. Муравьи в природе живут всю свою жизнь, за исключением тех моментов, когда они выходят на улицу, наружу. Они живут в полной темноте, прекрасно там ориентируются и общаются с помощью химических сигналов. Каждый муравей знает точно, что ему делать. В этом, в общем-то, основная загадка, наверное, касаемая жизни муравьиной колонии, что, в отличие от нас, у муравьев нету никаких рычагов контроля, давления или управления. У них нет начальников, нету руководителей, нету полиции, нету зарплаты, нету ничего, чем регулировать соотношения в человеческом обществе. Но при этом муравьи, каждый отдельный из них, точно знает, что и когда ему делать. И, как мы видим, справляются они со своей работой на ура. Сейчас население этого муравьиного города составляет 2-2,5 тысячи муравьев. Оно будет расти, как сказали нам организаторы, вырасти до 5 тысяч муравьев. А продолжительность жизни около 25 лет. Но я думаю, муравьи, ребята, настоящие трудоголики, еще успеют отстроить дополнительные муравейники, и, возможно, здесь появится даже свой стадион. Денис Ладонкин, Алексей Огородников, Live 78.